Футбольный клуб «Олимпиец» провел первый официальный матч в 2017 году. Накануне Нижегородцы игрой против Тольятинской «Лады» дали старт весенней части первенства ПФЛ. С учетом прошедшей встречи по календарю осталось провести всего 8 матчей, и команде Николая Писарева сейчас необходимо выигрывать в каждом из них. Всему виной досадные поражения в начале сезона, из-за которых на зимние каникулы «Олимпиец» ушел при отставании от лидера зоны Урал-Приволжья, Зенита-Ижевск, в 4 очка. И теперь задача проста – брать победные 3 очка в каждой из встреч. И в игре против «Лады» именно так и случилось. Правда, первого гола пришлось ждать до 64-й минуты. В первом тайме хозяева поля имели множество возможностей для взятия ворот, но тогда в завершающих ударах не хватало точности. Зато прицел не подвел Тимура Аюпова. Повозащитник «Олимпийца» вошел в чужую штрафную и, как и из пушки, выстрелил в дальнюю девятку. Ну а через пару минут вышедший на замену Беляков головой сбросил мяч на ход Сорочкину, и Михаил своего шанса не упустил, забив свой первый гол в нынешнем сезоне. В итоге победа 2-0, и вроде бы самое время смотреть на турнирную таблицу, но главный тренер Нижегородцев в первую очередь обратил внимание на трибуны, с которых за матчем против «Лады» смотрели 3250 пар глаз. Самое главное, что сегодня пришло на нас очень много болельщиков. Для меня это было показательно и отравно. Он 3-200, да? Да, да. Больше, чем на «Рубин». Ну, практически, да. Поэтому это самый важный момент сегодняшнего матча. Больше переволновались, играя с лидером. Желаю вашей команде решить поставленную задачу. И город с традициями, команда с традициями. Вам нужно играть в премьер-лиге в будущее. Так далеко загадывать не будем, а вот выход в НЛ вовсе не кажется чем-то фантастическим. Спасибо лидеру таблицы, который в ничью 0-0 разошелся с КамАЗом. И теперь «Олимпиец» отстает от «Зенита» Ижевска всего на 2 очка. Ну, а с учетом очной встречи, которая пройдет в Нижнем Новгороде 19 мая, можно вообще допустить возможность рокировки. И здесь настораживает только одно. Уже 24 апреля на выезде играем с Челябинском. С командой, которая в домашних матчах вообще не пропускает. 8 игр и 0 в графе пропущенных. Колдовство какое-то.